И мы возвращаемся на следующий матч сегодняшнего дня. Я напоминаю то, что это пресезон про серии. Комментирует для вас Арбелин. Ну, играют у нас команда 4-20 против команды Ламерс. 4-20 сыграют за сторону Дайер, ну и Ламерс сыграют за Редианта. Ну и Бани на пикабанах, капитан команды 4-20, ну или Джилейн, кто еще не слышал, переименовались, ребята, в 4-20. Поэтому будем их называть, собственно, именно так. В бан улетает лишь Ракондаин. Действительно, дефолтные баны на сегодняшний день. Очень сильные герои, очень сильно их бустанули в последнем патче. Даже, скажем так, не именно их бустанули, просто создали на карте такую ситуацию. Больше сделали таких ситуаций, вернее, когда эти герои действительно стали намного полезнее. Ну и Ламерс банит Виспа с Сакашей. Сопров у них на пика банах. Сразу пикаются Шейкер и Джиггернаут. Отличная комбо-вомба на линию. Шейкер отличный, дизейблер и саппорт. Мы с вами в этом уже убедились в прошлой карте, где 4-20 одержали победу. Ну, посмотрим. Сейчас пройдет вот эта стадия 2-3 пиков, пройдет стадия банов, и тогда можно будет уже говорить о чем-то большем. Пока что еще непонятно, ни у тех, ни у тех. Ну вот, герокоптер фармящий, Сэф пойдет в мид. Уже открыли свои карты 4-20. Причем не стесняются уже две карты к ряду открывать свои карты заранее, да, показать двух кор-героев. В прошлую карту вообще начали с пика Виспа. То есть, не боятся ничего, ребята, и поэтому решили и эту карту. Не стоит им как-то бояться, смущаться, решили вот сразу пикнуть каких-то коровых героев. Ну и ламерсы сейчас будут думать, что же банить. Магнус улетел в бан, понятно почему. Потому что врывается, делает неприятное Сэфу-герокоптеру, там еще и саппортов может подхватить рядышком. Шекер все это дело накрывает эхо-слэмом фиссуры. Ну и джиггернаут может... Ну, в общем, думаю, объяснять не стоит. Плюс мы сами знаем, что такое джиггернаут под третьим скиллом Магнуса, поэтому вот решили именно Магнуса забанить. Этот бан должен быть понятен и ясен. Что же касается бана Баратрума, опять же, Баратрум это герой чересчур противный, неприятный. Это вот две такие коровы, да, только Шекер более крутой дизейблер. Но вот Баратрума может больше проблем создать. Он более плотный, более мобильный, он может в любой момент побежать на другую линию, может бегать всячески, может доставать этого джиггернаута, может в мид прибежать, нарушить спокойствие мидера, забрать его, помочь тому же Сэфу. Ну вот даже возьмем, да... Прошу прощения. Возьмем того же Сэфа, возьмем того же Баратрума против любого мидера, там, ну, кроме Акаши, да, у нее есть встроенный блинг, там, Зевса не ощутит, убьет это дабла. То есть Баратрум прибежит там 2-3 левла с башком, и все, там уже не останется ничего от этого мидера. Бруду банят 4-20, боятся пуша какого-то, правильно, потому что Шейкера забрали ламмерсы, а значит, могут позволить себе наглеять, собирать толпы и орды вокруг себя, и идти в бой. Да, есть, конечно, Сэф и герокоптер, которые неплохо могут отпушивать через рокет-барак, или, в крайнем случае, герокоптер может кулдауном накрыть. Ну, есть и Сэф, который может Кайлами все это дело обстреливать. Здесь Даззл забанился, потому что Даззл, опять же, неплохо заходит под Сэфа, потому что, опять же, смотрите, Сэф без БКБ, ставится фиссура на Сэфа, у Сэфа остается не так много здоровья, на него вешается крест, его подхиливают, и он все равно так или иначе разультуется и внесет определенное количество дэмэджа. Только помимо Сэфа, это не точечный скилл, как у Омника, он подхилит еще и зацепит остальных героев, то есть герокоптера того же. Ну, правильно, правильно сейчас делают. Вот пока что у ребят правильные баны, им можно найти объяснение. Вот этих четыре героя банят абсолютно большинство команд, потому что они понимают, что если ты их не банишь, то они приходят и выигрывают доту. Другому не дано. Тут еще и Вингу взяли, Ламерсы, себе на дэмэдж. Уж огромное сейчас количество у них дизейбла на начальных уровнях, но вот тут Леончика сразу подсуетились. Бани тоже понимает, что хекс на дороге не валяется, тем более халявный. Почему бы и нет? Стоит забрать, забрать все-таки в свою копилочку этот хексик и попробовать кого-то ловить на спайке, хексировать и даже может быть с пальчика отправлять в таверну. Finger of Death действительно неплохой скилл. Да, он не всегда бывает так полезен, не всегда Леон успевает его заюзать, потому что там Леона, если знает, что у него есть ульта, фокусят в драке, прям моментально просто разрывает его. Ну, что на того Леона надо? Венга дает стан, дает свою ауру, и Джаггернаут просто с 2-3 тычек забирает этого Леона. И поверьте, времени не хватит, потому что Джаггернаут будет под Момом, в любом случае он будет там с Яшей, у него будет куча атак спида, у него будут ПТшки. Хотя нет, ПТшки он их не возьмет, потому что он будет брать фейзы, и так порезали. Раньше можно было бы так собираться, хотя никто так не собирался, но бывали отдельные случаи, когда собирали барабаны, Мом, ПТ. Там получался отличный атак спид, но, в принципе, этого делать нет смысла, если ты берешь Мом, тебе можно взять уже и фейзы, и у тебя получается отличный мув спид. А так сейчас на Момчике еще и мув спид порезали, поэтому, да. Фейзы по любому Джаггернауту нужны, да и ботинок этот полезнее, откровенно говоря, потому что Джаггернаут такой персонаж, которому нужен дэмэдж, дэмэдж именно с руки, потому что у него есть криты. Ну и Ламмерс соберет Шторма. Вот пока что мне вот этот дефолтный пик старого патча нравится больше. Все мы помним старый патч, где пикался Джаггернаут, Шейкер, Винга, Шторм, а против них там Троляку пикали, Леона и Есефа. Вот приблизительно вот так все и было. Ну и Клеону могли там любого саппорта привинтить. Абсолютно любого. Какой просто оставался под рукой, какой больше подходил под пик, того и пикали. На самом деле было именно так. Ну и резервное время тикает сейчас 4.20. Баланар, браво. Найт Сталкер отличный, отличный здесь вариант. Гонять Шторма, гонять Джаггернаута. Самый что ни на есть правильный выбор. Ну и плюс, конечно, можно какую-нибудь Вингу скушать, если она там на лоу ХП после драки будет уходить ночью. А такие моменты будут, потому что СФ результовался, зафокусил там Джаггернаута того же, Шторма убили, все классно, а какая-нибудь Винга там пытается в кустах сделать ТП-аут. А тут не тут-то было, ночью Найт Сталкер все видит, Вижена много, находит и убивает. Ну и Фантом Лэнсер улетает у нас в бан от Ламерос. Я не уверен, вот не уверен я, что Банни бы пикнул бы именно Лансера. Ну блин, против тебя Шейкер, у тебя есть уже два жадных героя, Гирокоптер и СФ, плюс жадный такой Найт Сталкер, да, вряд ли его в оффлейн поставят, он будет роумить. То есть они будут, скорее всего, добирать у флейнера, нежели они себе будут второго саппорта добирать. Но, как по мне, это было бы гораздо грамотнее. Потому что Найт Сталкер от оффлейна, от него толку не так много, как от роумящего Найт Сталкера. Который постоянно делает отводы, фармит, крипов бьет, гоняет врагов, получает экспу, то есть он постоянно в центре замес. Независимо от того, погибает он или нет, он приносит пользу для своей команды. Ну и Бистмастер улетает в бан также от команды 4.20. Банни понимает, что есть заделка на пуш, и вот этот пуш они закрыли последними двумя банами. Ну и Дарк Сир. Ну, знаете, вот квалы на Интернешнл показали, в принципе, основных героев. Даже ВК, по-моему, такой пост был. Там очень все четко было расписано по ролям, кого надо пикать на уфлейн. Ну, Дарк Сир, Клокверк из Дизейблеров, Шейкер, Дизраптор из Саппортов, Вич Доктор и Висп. Ну, и с Кэрри там уже я не совсем согласен, потому что, ну, там, Герокоптер, СФ, Кэрри, на самом деле, может быть абсолютно любой. Можно и Герокоптера брать, и СФа брать, и Акашу, и Джиггернаута, и даже Троллю можно Доту выигрывать. Просто другой вопрос, что сейчас Тролль не такой полезный, и, допустим, мне кажется лично, что Джиггернаут больше пользы для своей команды сделает на early game и в mid game, чем Тролль. В Лейте Джиггернаут, опять же, мне кажется, более сильный герой. Нежели Тролляка. Но, опять же, все зависит от артефактов, потому что, понятное дело, что если Тролль там с четырьмя, с пятью слотами, а у Джиггернаута только три несчастных слота, и Мом плюс к этим слотам, то понятное дело, что там Тролль может просто с башени выпустить, несмотря на то, что ему там ульту пофиксили немножко, и самого его понерфили, но вопрос этот спорный, кто сильнее. 10 секунд 5 секунд remainin' Дизраптора тем временем Там добрали себе Ну, все правильно, дизейблер, дизейблер Найдсталкера все-таки Отправят в оффлейн Два саппорта имеется У4-20, ну посмотрим Решили они, что дизраптор здесь будет пополезнее Ну, отчасти можно с ними согласиться Потому что глимс все-таки полезная штука Да и статик шторм с кинетик филдом В комбинации, как известно Выигрывали не одну карту Так, ну вот Леона мы только не дождались Не сел он еще на свою роль Ну что, представим команду Ламмерс Машин сыграет на Шторм Спирити Сопров сыграет на Венчуфул Спирити Мов сыграет на Шейкере Читаемый ник сыграет на Джиггернауте И Сенсей Хир сыграет на Дарк Сире Это была команда Ламмерс Ну и команда 4-20 Банни сыграет на Дизрапторе Дарма сыграет на Герокоптере Крейзи Байк сыграет на Найт Сталкере Гризли, ну, я его так буду называть, друзья Потому что его ник не совсем читаем для меня Сыграет на Шадоу Финде И Ага сыграет на Леоне Закупили здесь вардами Распасовали варды Так, мне показалось, что вторую курицу себе купили 4-20 Прям вот совсем заигрались Бывает такое Бывают даже две мейки на команду покупают И причем это не в каких-нибудь там аматорках Действительно даже в старт серии такое было Я лично это видел Поэтому Тим Толк это вещь такая Надо всегда, мне кажется, в команде должно быть взаимопонимание Должны ребята общаться Общаться громко, эмоционально Ладно, у нас тут небольшая такая Язвительная переписочка в чатике Ну Что, будут пытаться 4-20 ловить или не будут? В прошлый раз не получилось у них никого поймать Отдали они ДК тогда На старте первой игры Сейчас пока непонятно, что будет Тут уже каракули какие-то нарисовали Вот опять Дарксир, который будет забирать баунти руну Ну и потихонечку начинают они глушить Опять свою игру на старте Вот просто, вы сами видите Да, Бланар внизу забрал баунти руну Но здесь ее забирает Шторм Спирит И теряет Дизраптора Вот как-то не могут они начать 4-20 свою игру без потерь И, к сожалению, отдают сейчас одного саппорта Так, ну и по лайнапам В принципе, здесь все очевидно И предсказуемо Шторм будет стоять против СФа в миде Здесь Трипла, Джиггернаут, Шейкер и Винга Против оффлейн Баланара Баланару здесь, ой, как может прийтись не сладко Надо ему очень быть осторожным Но вот сразу он становится неосторожен И кричит у нас Джиггернаут, Джиггернаут Крутится Ну и ушел на этот раз Баланар Отхиливается Здесь пока что Дабла Герокоптер Леон стоит против Дарксира А Титраптор здесь ждет Куру в смоках Кура бежит, Кура бежит Кура бежит и сейчас, скорее всего, умрет С Ботлом Баня выходит Расконтроливают Куру Ну, ага, ага Вот так вот Вольво сделала Боттл теперь дропается Ну, не знаю, не знаю С одной стороны, это приносило больше интереса в игру Когда Боттл не дропался Ну, ладно Пусть будет так С другой стороны, это вносило некий дисбаланс Имеется в виду не в командных играх Как здесь А именно, допустим, если ты играешь в пабчики Вот, недоконтролил Куру А такое бывает Потому что в пабе всем абсолютно пофиг Тут СФ немного навешал Шторму И вот так Курьера теряют твоего И теряют вместе с Ботлом И ты стоишь просто и проигрываешь уже мид Сейчас посмотрим, будет ли проигрываться мид СФ без Ботла, но Шторм-то с Ботлом все равно Забрал он его И забрал он также ДД Да, он без Курьера, но Курьер оживет совсем-совсем скоро Не сильно много, в принципе, он и потерял Вот она, фиссура, вот начинают Настреливать по СФ-чику СФ-у очень больно Пытаются отпиться фласочкой Ну, буквально одной тычки не хватило Еще на 100 хп ушел просто у нас СФ Бланар, кстати, отлично стоит Вот, думал я, будут напрягать именно его Но нет, оставили его один на один с Жиггернаутом И я не знаю, правильное ли это решение От команды Ламмерс Потому что Бланар это тот герой, которого надо-надо напрягать Постоянно Ему нельзя давать, как минимум, аппет левел Он тут, помимо того, что аппет левел Уже имеет 6 крипов Да, здесь вот, наконец-таки, сделал отвод венга Не дает возможности безболезненно фармить Нашему Крейзи Байку Так, ну и что у нас здесь дальше происходит На боте На боте у нас бегает Бланар Купил себе уже когти Будут сейчас выходить фейзы Дарксир на топе Отпивается Кларити Будут сейчас вешать щиток Нет у него пока что Заделки даже в Сулринг Но вот, мне кажется, самый тот Нужный момент, когда надо уже потихонечку задумываться Тапчик себе СФ еще не принес Я не понимаю, ну, боттл принес Надо было подождать уже и Тогда и тапочка Доформить себе сразу и боттл, и тапчик И принести, потому что Долговастенько получается Ну ладно, вот они Смока Вот она, руна Ускорения У Шторма Вот здесь будут пытаться цеплять Ну вот Леон куда побежал Зачем он сюда Райдкликнул Я не совсем понял Вот Банни просто гоняет Дарксира Леон ставит здесь вард И гирокоптер Гирокоптер 24 крипа Топ Топ пока что на карте И уходит отсюда У нас Дарксир Ну и Баланар Уже четвертого левела Скоро будет шестой И надо будет сделать вылазку Вылазку скорее всего будут делать в мид Либо к нему должны приходить И помогать убивать Жиггернаут Одно из двух Жиггернаут у нас статовый Олдовый Качается через плюсы С критами В единичку прокачал он всего лишь Блейдфюри Ну и взял сейчас Омнислэш себе так же То есть у него есть ультимейт Может он попытаться на этот ультимейт Кого-то поймать СФ здесь в миде продолжает Бульстовать Вот она Базилка Сейчас у него будет аквилка уже Потому что Масочка-то у него есть В Райсбенд И осталось только принести себе На всякий случай Леон сбил Кларити Так нежно Райд кликнул Дарксира Ну вот он шейкер Пока что бесполезный 0.01 у него Ну то есть В начале он только был полезен Когда дезераптора убили Вот он еще и баунтируну забирает Потому что Шторм Черт пойми где Фармит Лес Вот лишь бы Сыгранность была у команды Потому что пик-то хороший У ламеров Но Здесь нужна сыгранность Вот Дарксир Не совсем сыгрался Его поймали На кулдаун Посадили Плюс тут еще Дезераптор помог Гримсом И Тандерстрайком Хоть и первого левела Но все равно Определенный дэмэдж Внесли И вот счет уже 1-1 Вот Найт Сталкер Пятого левела С фейзами В самоках стоит Готов просто Нападать Вот такая фиссура Издалека Шейкера Должны понимать Что раз Шторма Нету в миде Значит он где-то был Что-то фармил Ну и действительно Вот возвращается Шторм сюда Интересно Будут ли нападать Вот тут уже Найт Сталкер Готов бежать Понятно Что ночь Вот В мид вышел Решил помочь Но они здесь не убьют Мне кажется Шторма никак Шторм уже 7-го левела У него на подстраховке Шейкер Ну то есть Проще уже уходить Баланар это должен понимать И просить хелпу на бот Либо же Делать какие-то отводы Какие-то мувы На топ смещаться Но на топ смещаться Зачем здесь Трипла стоит То есть Ну Возможно просто Оставить здесь Ненадолго Герокоптера против Дарксира И пойти Помочь Вот Стаки сейчас подфармливает У нас ССФ И пойти помочь Баланару Забрать Джиггернаута Вот Как по мне Это было бы Лучшей Идеей Ладно Дарксира здесь В очередной раз Пытается поймать Вот он Сурж Вот он Глимс Вот он Кулдаун Кулдаун неточный Кайте Там Баланара Все-таки убил Джиггернаут Через умнислэш Сейчас мы с вами Это посмотрим Да Умнислэш Фейзы И стан Дала еще венга Продолжаем мы здесь Смотреть Что же будет происходить Ну да Здесь Дарксира уже Не отпускает Леон забирает В итоге этот фраг И счет становится 2-2 Вот он Солринг У Шторма И Шторму Пора бы Пора бы уже выходить С мидом У него есть абсолютно Все то что нужно Такому Шторму Кроме стяжки Вот стяжечку Конечно вортекс Ему надо в единичку иметь Влетел вортексом Пофиксил И убил Ну раскачивался он Под лес То есть Чтобы пойти Заформить стаки Какие-то Поэтому Такая раскачка Ну девятый Значит надо Апати идти Просто Шторм Такой герой Который Вот он увидел Что здесь гирокоптер Стоит Не фалловый Влетел Убил Улетел Вот сюда Куда-то И сделал Тепаут Все Вот что Может сделать Шторм Ну Шейкер Предлагает Предлагает Действительно То о чем я и сказал Шторму Поучаствовать в игре Да без вортекса Но здесь есть вакуум А нет Здесь даже вакуума нет Тут только Фиссура есть И то второго левела Не совсем то что нужно А здесь Что-то знают Что-то знают Пацаны Сейчас С420 Баланар тут убегает Что-то они знают И Уходят Уходят на Ацетоник Потому что СС был На миде Явный Причем Прекрасно СФ это озвучил Для своей команды И понимает Сейчас что неспроста Вот здесь так Дарксир С Шейкером Стоят Ничего не боятся А бояться На самом деле Следует Потому что Здесь можно попасть В кинетик филд И накроет их Сверху еще Кулдауном И тогда им точно Не поздороваться Ну смотрите На халяву Начинает просто Шторм здесь Драку Вот она Фиссура Попадает по Леону Здесь начинает Сразу гонять Шейкера Глимсует его Вот он кулдаун На этот раз Очень хороший кулдаун Не успевает он С тотемом Ничего сделать Ну и что Шторм здесь делает А вот он Хекс А вот он Хекс А вот он Сайленс И Скайла Еще там Надамажили Очень-очень много Ну и Нечего мне здесь Сказать Кроме вот как Вот так Просто Набор случайных Звуков Ну потому что Ну блин Ну так явно Улететь отсюда Чтобы СФ Сказал СФ Ну просто вот Стояли третий пас Даже если бы они Стримстапили Они не смогли бы Это сделать Потому что Задержка на Стриме Две минуты И просто Они вот сюда ушли И стоят Подошел сюда Шторм тоже постоял И думает Залетел сюда Посмотрел Дай-ка я буду Леона бить Здесь Фиссура Которая попала По одному Леону Начинают по Шейкеру Настреливать Дизраптор И просто Шейкеры Вынуждены отсюда уходить То есть Ну Как по мне Это провал На хосте здесь СФ Законтролил руны Да Вот она Хоста Вот она Баунти руна Ну Здесь единственный Конечно плюс То что На боте Джиггернаут Фри фарм Полнейший Фри фарм Но Здесь Леон бежит Со всех ног Со всех ног Хекс Неплохо Спайк нужен Хороший спайк Сайленс Да Ну Рэнжа конечно Была читерская Для последнего удара Но Ладно Пусть будет так Букавку Е написал Типа Эх хватит Трогать мои товара Вот она Фисурка Мимо правда Вот он Станчик Винга Бежит с щитком Глимсовать Пытался Банни Но Увы Увы Слишком поздно И вообще Помог по моему Да Тэнки сейчас Пишет сопров Но действительно Помог Помог Спайк мимо Хорошая Фиссура Ну Банни помог Потому что Здесь Герокоптер Мог бы просто Брокет бараком Атаковать Не давать шанса Но вот Единственное Не стоит забывать Сейчас 4.20 Что да У них есть Отличнейшие Два дизейблера Саппорта Это Леон И дизраптор Но не стоит забывать Который выхиливает И вот Герокоптеру Нужно понимать Что он должен За своим хп баром Следить И в драках Не только на героев Редкликать Но иногда и по земле Где-то То есть прятаться Как-то кайтить В эти места уходить Да Вот там за деревья Везде прятаться Он должен об этом Ни в коем случае Не забывать Урна появляется У сопрова Ставится вардец Давайте по вижену Сравним-ка Вот такой вижен Ну смотрите Неплохо так выстроили Ну и здесь тоже Имеется Достаточно неплохой вижен Ну то есть Более-менее Равно Равно сейчас Все у ребят По вижену Поэтому Неплохо Дарксир Покупает сразу Себе арканы То есть не стал он На меку У него по-моему И так избыток маны У него есть Солринг И есть Тапок Он себе купил Еще и арканы Чтобы сразу сделать Гуардин грифс То есть Ну по-моему Лучше сделать меку Потом докупить себе Уже Несчастный этот Поинт бустер Точнее не поинт бустер А Мана бустер В общем Вот она фиссура Подкопали Неплохо Сразу же Хекс дает Леон Здесь подключается Найт сталкер Ну вот Опасности этого героя Да Восьмого левела В принципе Ничего особенного У него из артефактов Нету У него есть Терна У него есть Фейзики У него Сайленс прокачан Единичку И у него есть Войт В четверку Который Наносит 335 урона Плюс Замедляет На 50% Ну и не стоит Забывать то что Конечно скорость Передвижения И скорость Атаки у него Ночью повышается Загремсили Сопрова Будут пытаться Сейчас Убирать Отсюда Он здесь На подсейве Шейкер Вот он Хекс Хекс В Дарксира Шейкер Даже не дает Дарксиру Крипа добить Чтобы быстрее Мяка Как-то появлялась Но каждому свое Ладно Тем временем Есть Большой козырь Ламеров Большующий козырь Есть Джиггернаут Который фармит Без остановки 85 на 24 Да Там СФ Который его Перефармливает Потому что он Лес Всяко Будет быстрее Фармить У него уже И мека Сейчас появится У него Угрклаб И мека Просто Понимаете То есть Это уже Готовый выход В какой-нибудь БКБ Можно делать Смело Либо Сильвер Айдж Но Опять же Кому здесь Отключать Пассивки Шторму Ну Такое себе Шейкеру Не успеешь Он не подойдет Ну Разве только Джиггернауту Чтоб он критами Не бил Вот Это возможно В этом идея Какая-то есть Но я думаю Он сразу будет Какое-то БКБ Собирать Ну Огрклаб Он купил На плотность Это факт Правильно Все Абсолютно Делает Мне нравится Когда так Нестандартно Собираются За Денайли Нападает Здесь сразу же Джиггернаут Разультовывается Сэф Также Разультовывается Хорошая Хаслэм Шейкер Отлично Влетает Но правда Здесь найдет Свою смерть Здесь Сэф Сейчас найдет Свою смерть Да Меку Он юзнул Но К сожалению От этого Уже Никакого смысла Не было Кулдаун По четверым Дармо Сколько сейчас Дэмэджа он несет Господи Ну Сенсея же Добить можно Да Но надо было Наверное Не на сенсея Нажимать А вот На этого Превосходного Товарища Ну Наверное Он его Не сразу Увидел Ну и драка Естественно В пользу Команды Ламерс И по опту Они выигрывают 2000 Ну и по золоту Они также выигрывают 1300 Минус 3 на минус 5 Все просто Простая математика Для доты Ничего удивительного ДД на топе Надо ее кому-то забирать Интересно Пойдет ли чекать Баланар Потому что Баланар под ДД В принципе На такой стадии игры Может саппортов Спокойно забирать Соло Ну нет ДД достается Шторму Который уже Имеет Отличный артефакт Солл бустер Энерджи бустер Да Друзья Забыл я Как он называется Простите меня Ну и шейкер Здесь фармит Нужен даггер Для этой игры Безусловно Всеми силами Пытается он его ускорить Потому что Мы сейчас видели Ситуацию Когда если бы Был бы даггер Все было бы Гораздо круче Потому что Здесь стояло Где там Т1 Вот здесь стояло Три героя Вместе Сюда прыгнуть Дать эхо слэм Дать фиссуру Все было бы Очень и очень плохо Для команды 4.20 А так Оделались еще Легким испугом Потому что Три в пять Подраться Это еще не так плохо И не так ужасно На 17 минуту Я думаю Можно уже смотреть Нетворсы 7.400 Имеет джаггернат После хорошей драки У него уже есть яша Здесь же Все немножечко Похуже Но Не настолько Что прям совсем Боятся Здесь тоже есть яша У гирокоптера Нетворс В принципе Не такой уж Разный Да У ребят То есть Почти на одном уровне Они Ну и шторм Понятное дело Тоже Но Другой вопрос То что шторм Сейчас С блудстоуном Сможет больше Пользы приносить Гораздо больше Чем СФ Потому что СФ у Фиссура не даст Результоваться И он это Прекрасно Понимает Прекрасно Это СФ Понимает И поэтому Мне кажется Что он будет Именно Сразу же Делать БКБ Чтоб Разультоваться Наносить Пытаться Какой-то Дэмэдж Но здесь Прям Очень быстро Сделали Фраг На Найнсталкере Вообще Не простили Дали Стан И просто Сомнислэш Его разрубили Вот ставят Сюда сразу Сентришник Ломается Вард Ставят еще Один Сентришник И предлагают Побить Рошана А почему бы и нет Кулдаун Там В откате Должны Это понимать Прекрасно Если Если вообще Видели что В откате Возможно Еще не знают Сф здесь Без шадоу блейдов Всяких Результоваться У него не получится Единственное Что Дизраптор Может Массу Неприятностей Сделать Ну вот Приблизительно Но только Он никого Не поймал В этот Статик Шторм С Кинетик Филдом Баня Начинает драться Вот она Мека Хороший Спайк Высвапывают Пытается Как-то драться Кайлами Сф Но это Бесполезно Киллинг Сприз Мака Пытается Леон отсюда Бежать У Леона Есть Фингер Оф Дэд Он может Воспользоваться Надо Давать Спайк В Дарксира И пытаться Вот Тем более Солу Ринг Юзнут Да не получится Уйти Уйти на Тепа Ауте Не знаю Я попытался На его месте Дарксира Все-таки Забрать Чем вот так Просто сразу же Убегать Ну и Мид упал Мид упал Под предводительством Бесстрашного Джиггернаута Вот сколько Нерфили Не нерфили А все равно Джиггернаут Остается Одним из самых Таких опасных Героев Если на него Не обращать Внимание В доте То есть Видите У него 4-1-3 Его один раз Всего-то Убили При 7 фрагов Он участвовал Из них 4 Он сам забрал У него Отличный Показатель Нетворца 9000 У него Хорошие артефакты Для 20 минуты И спокойненько Забирают Т2 Ну и Время на графике Посмотреть Больше 4000 По опыту Выигрывают Ламерсы И также По золоту Отличный Отличный Показатель Ставится Здесь Центришник Пытаются Как-то Найти Какой-нибудь Вард Намек На вард Но обычно Здесь И ставят Вард Где-то В этой Области Где Стоит Центряк Ну и Сплитпуши Активные От команды Ламерс На топе Они просто Сплитпушят Через Дарксира И Джиггернаута Просто Джиггернаута Уже Очень сложно Остановить У него Саша Яша У него Встроенная БКБ И он Идет На Т3 Найтсталкер Себя Не оправдал К сожалению В 1-3-3 Прилетел Сюда Джиггернаут На низ Вот он Кулдаун Джиггернаут Убивает Здесь Гирокоптера И Сеф Отсюда Спокойненько На топауте Уходит Да Здесь Даблкил Начинает Баланар Делать то Что он Должен И Даблкил Оформляет Для своей команды Ну что ж В принципе Опять же Сейчас Более-менее Ровненько Все получилось Для команды 4-20 Даже они по золоту Мы видим Сколько заработали За того же Дарксира Шикера И остальных То есть Достаточно Неплохо Подрались Проблема в том Что пушатся Линии Не в их сторону Точнее В их Как раз таки Сторону И для них Это Слишком плохо Ну еще Ну еще Шторм Шторм Который Саегисом 6-1-1 Тут Надо смотреть На статистику Вот это Убийство Смерть И помощь То есть Мы видим То что 4-1-4 У Джиггернаута 6-1-1 У Шторма И 5-3-3 Допустим У того же Герокоптера И 2-2-5 У СФ То есть От этого И отталкивается Как бы Какой-то основной Нетворс Какие-то артефакты Но пока конечно Рано О чем-либо Говорить У СФ Еще нету Блэккингбара У него есть Угрклаб Ему не хватает Совершенно Немножечко До Заветного БКБ Но тут Поймали Блонара Пытался Нойти Но Очень быстро Его просто Отстапнули Ну и Надо на ТТ-3 Заходить Пока Есть Аегис У Шторма И БКБ Также Шторм Покупает Ну да Здесь уже 4-20 Немножечко Много воли Дали Тому Джиггернауту Вот в чем Проблема Свапом Сопра Просто Высвапывает Джиггернаута Чтобы дать ему Возможность Пофармить Какой Эхослэм Хороший Но Все-таки Здесь погибнут Погибнут здесь Причем Все погибнут Здесь и Шторм Уже тушение Сделает И Джиггернаут Здесь погибнет Все равно Да И Шторм Пытается Вообще Улететь Отсюда Восвояси Нему никто Не обращает Внимание Минус 4 Байбэк Гирокоптера Опять В пользу 4-20 Проблема Только в пуши Все То есть Сейчас в драках Они сильнее Они это уже Только что доказали Глимер Кейп Гирокоптер С Огроклабом Тоже На БКБ Будет задумываться Найт Сталкер Скоро Скоро Совсем Через 1700 1600 монет Получит Аганим Ну Здесь БКБ Уже есть 1100 сверху Ну И Леончик Вот Леончику Даггер бы Наверное Не помешал Чтобы сразу Хиксить Этого Зловещего Джиггернаута Здесь кстати Джиггернаут Хочет Купить себе МКБ МКБ Против Будущей бабочки Гирокоптера Которую возможно Возможно Мы с вами Увидим Если сейчас Будут потеть И стараться Ребята из команды 420 Ну и давайте Посмотрим Конечно же На Графике С 5000 До 2500 По XP Опускается График И с 7500 До 5 Опять же Ну приблизительно До 5 То есть потихонечку Камбэк Вырисовывается Конечно еще О камбэке Рано говорить Одна выигранная Драка Под своим фонтаном Это еще ничего Не значит Но вот парочку Таких драк И возможно Возможно Камбэч еще будет Ну и здесь Начинает сразу Агрессивно На Т1 На топе Выходить 420 Забирают Летят сразу На базу Понимают То что здесь Будет заход На Т3 Опять по миду СФ вот так Подходить Даже будучи С БКБ Абсолютно Необязательно Да он Отдефывает Но тут Все может быть Свап случайный И моментальный Фраг Когда играешь Против Винги Об этом Никогда забывать Нельзя Потому что Винга будет Стоять вот здесь Вижена Хватит Она тебя Высвапывает В тебя летит Все Все только что Есть в доте Все скиллы Как Обычно Так и случается Когда Играешь В доту В тебя Если высвапывают То все летит Просто в тебя Моментально Ладно У СФа Две сто Будет ли Это попытка Выйти В Шадоу Блэйд Сильвер Рейдж Или же Даггер Я бы предпочел Наверное здесь Все таки Даггер Потому что Когда уже дерешься Под своим фонтаном Ой-ой-ой-ой Вот если сейчас Убьют Джиггернаута Будет все Очень плохо Но нет Нет-нет Здесь врывается Шейкер Все красные Хотя Хотя неплохо Еще все живые Прекрасные Но шторм Идет собирать Джиггернаут Также не прощает Также не прощает Джиггернаут У нас Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Хилинг вард Ставится Все выхиливаются Это минус Тавр Демеджа Наверное Не будет хватать Джиггернаут Продолжает Выфармливать Вот они 3000 Вот они Два Джевелина И это МКБ Спасает Еще Конечно То что Потопу Линия Полностью Пропушена В пользу Команды 420 И Но Просто нужно Понимать То что Если здесь Упадет Два Барака Или Слишком Плохо Подерутся 420 Упадет Вот этот Тавр И вот Этот Тавр После чего Упадет Трон Об этом Не стоит Забывать 420 Поэтому Если они Потеряли Только Один Тавр Нужно Понимать Что они Потеряли Его В Миде А Мид Это Такая Линия Когда Можно Подраться Байбэкнуться Подраться Выиграть Драку И Если Твой Соперник Без Байбэка Пойти По Миду И Просто Закончить В Трон Потому Что Мид Это Такая Коротенькая Линия Тут Быстренько Чикс И Ты Уже На Вражеском ХГ Допустим Просто Предположим Отсюда Отпушить До До Сюда Это Совершенно Другое Время Нежели Отсюда До Сюда Ладно Немножко Простой Геометрии Доты И Давайте Дальше Смотреть Что Будет Происходить По Графикам Опять Качеля В Сторон Ламерсов Огромная Качеля По Галде С 6000 До Десятки 4000 Заработано На Ровном Месте Рошана Разменивать На Верхнее Т3 Неужели Все Так Плохо Да Нужен Это Да Но Нельзя Отдавать Нельзя Вот Так Отдавать Возможность Стоять Просто На ХГ Но Это Полнейшая Безрассудица И Понимает Прекрасно Дарксир Сейчас Даст Вакуум На Сурже Бежит Просто Смотрите Сейчас Будет Стенка И Вакуум Стенка И Вакуум Под БКБ Улетает Отсюда Сф Высвапывают Его И Ну Просто Браво Ламмерс Байбэк Решает Не дает Возможности Никак Соперникам Отдефовать Потому что Ну Вот Да На Развороте Будут Сейчас Драться Какой Эхослэм По Четверым Но Это Просто Забей Просто Этому Шейкеру Надо Поставить Памятник Просто Отличная Игра Да Возможно Это Было Немного Ситуативно Но Все Равно Эхослэм Был Очень Хороший Ну Вот Так Вот ГГВП 4.20 Проигрывают И Счет Становится Один Один У них Статистика Становится Одно Одно Поражение Одна Победа У них В группе Друзья Ну а сейчас Небольшая Музыкальная Пауза И мы Вернемся На последний Матч Сегодняшнего Дня Скорее Всего Это будет Матч Джилейн Против Клауд 4 Так что Никуда Не уходите Мы Совсем Совсем Скоро Вернемся